Раскаявшаяся судьба Очень, очень большая просьба Впрочем, если нельзя, то же ничего и делать Ничего не поделаешь Она не то засмеялась, не то всхлипнула А я вздохнула, потому что угадывала, в чем дело Наверное, попросит прибавить ей несколько слов к роли Это вечная история Всем им так хочется побольше поговорить Актриса покусала кончик носового платка И, опустив глаза, спросила с тихим упреком За что вы его так обидели? Неужели вам ничуть, ну ничуть не жаль его? Кого? – удивилась я Да вот этого рыжего молодого человека в вашей пьесе Ведь он же, в сущности, симпатичный Конечно, он не умен, не талантлив Но ведь он же не виноват Он не злой, он даже очень и очень милый А вы позволили этому противному картежнику обобрать его до нитки За что же? Я смутилась Послушайте, я не совсем понимаю Ведь это же такая пьеса Ведь если бы этого не было, так и пьесы бы не было Понимаете? Это ведь и есть сюжеты пьесы Но она снова покусала платочек И снова спросила с упреком Пусть так Пусть сюжет Пусть вы правы Но неужели же вам самой не жаль этого бедного, доверчивого человека? Только скажите Неужели вам не больно, когда у вас на глазах обижают беззащитного? Больно? – вздохнула я Так зачем вы это позволяете? Значит, вам не жаль Послушайте Твердо сказал я Ведь это же я все сама выдумала Понимаете? Этого ничего нет и не было Чего же вы волнуетесь? Я знаю, что вы сами выдумали От того-то и обращаюсь со своей просьбой прямо к вам Раз вы выдумали Так вы сможете и поправить Знаете что? Дайте ему наследство Совершенно неожиданно Я молчала Ну, хоть не Боришоя Рублей двести Чтобы он мог продолжать честную жизнь Начал какое-нибудь дело Я ведь не прошу много Только двести рублей на первое время Потом он встанет на ноги И тогда за него уж и не страшно Я молчала Неужели не можете? Ну, полторасто рублей Я молчала Сто Сто рублей! Меньше трудно Ведь вы его привезли из Бридянска Дорога стоит дорого Даже в третьем классе Не можете? Не могу Господи! Как же мне быть? Поймите! Если бы я могла Я бы ему из своих денег дала Но ведь я же не могу Я бы никогда не стала унижаться и просить у вас Но ведь только вы одна можете помочь ему А вы не хотите Подумайте, как это ужасно Знаете, говоря откровенно Я никогда не думала, что вы такая жестокая Положим, я несколько раз ловила вас на некрасивых поступках То вы мальчишку из меблированных комнат выгнали И перед всем театром показали, какой он идиот То расстроили семейное счастье из-за брошки Которую горничная потеряла Но я всегда утешала себя мыслью Что просто нет около вас доброго человека Который указал бы вам на вашу жестокость Но чем же объяснить, что вы теперь не хотите поправить Причиненное вами зло? Да я ничего Я не прочь Только мы-то всю пьесу испортим Подумайте сами Вдруг ни с того ни с сего Пожалуйте Наследство Ну, тогда пусть окажется, что он еще раньше отложил сто рублей Про черный день Нельзя Характер у него не такой Ну и пусть будет не такой Лишь бы ему легче живось Господи Ведь все же от вас зависит Я задумалась Действительно Свинство с моей стороны Губить человека Ведь я В сущности Его Судьба Я вызываю его из небытия и мучаю Если бы у меня была душа благородная Я вызывала бы людей только для того, чтобы дать им радости и счастья А я публично высмеиваю Шелемую Обираю при помощи разных темных личностей Некрасиво, противно Пора думаться Как быть, дружок Сказала я актрисе Я сама рада помочь ему Да теперь уж поздно Генеральная репетиция прошла Вечером спектакль Теперь уж ничего не поделаешь Ужас Ужас Погибнет человек Погибнет Пропадет не за грош Уныло согласилась я В чужом городе Один И как вы раньше не подумали? Сама не понимаю А зверело как-то Мы обе замолчали Сидели Опустив головы Подавленные Знаете что? Вдруг решила я Мы этого так не оставим Мы все-таки дадим ему тысяч десять Только не сегодня А потом Когда пьеса будет напечатана в сборнике Прямо сделаю звездочку и выноску Такой-то Мол неожиданно получил от тетки Видите как ловко От тетки десять тысяч Начал на них дело И быстро пошел в гору Ладно? Дорогая моя Можно вас поцеловать? Ну конечно же можно Давайте целоваться Нам легче станет Знаете Я даже двадцать тысяч дам ему Бог с ним Пусть устроится без хлопот Милая, милая Какая вы чудная Не сердитесь только Тому мальчишке Что вы в прошлом году Обиде То есть Которого выгнали Тоже можно что-нибудь дать Ну конечно же Конечно Этот рыжий может встретить Мальчишку И дать ему из двадцати тысяч Ну хоть тысячи две Да, да, да Это даже хорошо Пусть приучается делать добрые дела Какая вы чудная Ну А с другими как? Погодите Дайте только время Всех пристроим Дорогая А помните У вас в рассказе Старая дева В троицын день Ждала жениха Как же мы с ней будем? Ах Пусть дики И вовсе она Не так уж и стара Ей и тридцати пяти не было Она получит массу денег Отдохнет Посвежеет А там смотришь И замуж выскочит Милая Милая Давайте целоваться Знаете У вас даже лицо Совсем другое стало Честное слово Вот посмотрите в зеркало Я посмотрела Действительно Совсем другое А какое? Не скажу Дорогие друзья Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Делитесь Пишите свои комментарии Пожелания Возможно Озвучивание Ваших произведений С уважением С уважением к вам Павел Песелин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!